Число умерших от коронавируса во Франции резко возросло примерно до 5400 человек в четверг. Причиной стало то, что в статистику включили смерти от COVID-19 в домах престарелых. Там за время эпидемии скончалось 884 постояльца. В стране уже подтверждено более 59 тысяч случаев заболевания. В Италии новых смертей – 760, всего около 14 тысяч. В заражённых обнаружено более 115 тысяч. Второй по количеству жертв от коронавируса среди западных стран после Италии стала Испания. Это полевой госпиталь в Мадриде. Его организовали в здании выставочного центра. Здесь лечатся около тысячи пациентов. Рекордные 950 человек скончались от COVID-19 в Испании в четверг. В результате число умерших превысило 10 тысяч. Всего в стране выявлено 112 тысяч инфицированных. Тем временем, британский министр здравоохранения пообещал в 10 раз увеличить масштабы тестирования на коронавирус уже к концу месяца. Он предстал перед общественностью впервые после того, как сам перенёс COVID-19, проведя какое-то время в самоизоляции. «В рамках программы тестирования мы проверили 163194 человека. Положительный результат дали тесты 33 718 человек. Согласно статистике, число заболевших удваивается каждые 3-4 дня». Великобритания сначала приняла нестрогие карантинные меры, однако изменила подход, когда учёные спрогнозировали, что от коронавируса в стране может умереть до 250 тысяч человек. Уже умерло около трёх тысяч. Ещё одна европейская страна – Португалия – объявила о продлении режима чрезвычайной ситуации ещё на 15 дней. Власти пытаются снизить скорость распространения вируса, от которого в стране умерло уже более 200 человек. Подтверждённых случаев – более 9 тысяч. В России официально подтверждено более трёх с половиной тысяч случаев заболевания. 30 человек скончалось. При этом выходные дни в стране продлили до конца месяца. Президент объявил, что пик эпидемии ещё не пройден. В Южной Америке сильнее всего эпидемий пока затронута Бразилия. Подтверждённых случаев – там более 8 тысяч, умерших – более 300. В Северной Америке и в мире в целом по неутешительной статистике лидируют США. Там подтверждено более 245 тысяч случаев заражения. Скончалось более 6 тысяч человек. В целом на планете коронавирусом уже заразилось более миллиона человек. Смертей – более 53 тысяч.